В эфире самая фальшивая среди настоящих и самая настоящая среди фальшивых рубрик программы Галерео, которая называется «Эксперимент». Сегодня, друзья, у нас самая дорогая рубрика, потому что сегодня мы с вами будем выяснять, каким образом отличить настоящие деньги от денег фальшивых. Есть мой любимый способ, очень простой. Настоящие деньги характерно хрустят, когда их разрываешь. Например, вот эта была фальшивая, а вот эта была настоящая. Есть еще один способ, более научный. Значит, он гласит следующее. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Думаете, я сошел с ума? Нет, друзья. Я сейчас как бы из глубины физических явлений прочитал вам этот стихотворений. Этот стихотворений говорит нам о том, что видимый свет, как многие наверняка знают, раскладывается по спектру на красный каждый, оранжевый охотник, желтый желает знать зеленый, где голубой сидят синий, фазаны фиолетовый. Это видимая часть спектра. А что находится за границами видимой части спектра? Все очень просто. Если у нас есть инфракрасное излучение, то есть излучение, которое находится ниже по частоте, чем красное, мы его, конечно, не видим, но мы его чувствуем. Инфракрасное излучение — это обыкновенное тепло. А ультрафиолетовое излучение, то есть то излучение, которое находится выше, чем фиолетовое по частоте, этого мы, конечно, тоже не видим излучение, но мы его чувствуем. Достаточно просто полежать на солнышке, и через несколько часов ваша кожа даст вам знать, что вы почувствовали ультрафиолетовое излучение. Но! Собственно, ближе к деньгам. Есть такие замечательные вещества, называются они люминофоры, от греческого люмин свет и форос несущий. Так вот, эти вещества преобразуют ультрафиолет в видимую часть спектра. И получается, что посветив невидимым ультрафиолетом на эти вещества, мы эти вещества увидим, как будто они светятся. Ну, самый яркий представитель таких веществ это бумага с отбеливателем. Будьте добры, сделайте, пожалуйста, цвет поменьше, дабы было хорошо видно все, что я показываю. Спасибо большое, спасибо. Итак, друзья, самый яркий представитель люминофоров это обыкновенная бумага, в которую добавляет отбеливатель. Смотрите, казалось бы, тускло-светящая лампа, это мягкий ультрафиолет, стоит в этот свет ультрафиолета внести бумагу, как эта бумага начинает светиться. Потому что она переводит ультрафиолетовое излучение в видимую часть спектра. Красота? Красота. То же самое можно сделать, например, использовав обыкновенный стиральный порошок с отбеливателем. Смотрите, друзья, я посыпаю порошком на черную поверхность. А теперь давайте я посвечу ультрафиолетовым излучением на этот порошок. И порошок... Ну что ж, приступим к самому главному, к деньгам. Итак, у меня есть пачка денег, и я хочу выяснить, где среди них фальшивые купюры, а где настоящие. Значит, фальшивые купюры, как правило, делают из обыкновенной бумаги. А настоящая купюра, она, как правило, сделана из ткани. Так вот, друзья, на первый взгляд в моей пачке совершенно одинаковые купюры. Ничто их не отличает одно от другой. Ну, они разной степени помятости. Это бывает вполне логично для денег, которые разное время были в ходу. Ну что ж, а теперь давайте я на эти купюры посвечу ультрафиолетовым излучением. И в случае, если мы обнаружим среди этих купюр бумагу, она, как яркий люминофор, будет светиться. А настоящие деньги светиться будут гораздо меньше. Итак, приготовились. Эксперимент начинается. Как говорится, а-ле-оп. Теперь четко видно, где среди этих бумажек настоящие, что называется, бумажки, а где настоящие деньги. Ну что ж, друзья, вот такой вот полезный наш с вами ультра, как говорится, фиолет. Кроме того, фиолет в малых дозах еще и полезен для здоровья. Ведь кто не хотел увидеть на своем лице приятный легкий загар? Именно сейчас я и займусь этим, используя свой солярий хендмейт. А вы смотрите «Галилео» дальше.